Да, значит, и, соответственно, вот теперь, помните, я говорил, что у сознания всего три аспекта ситуации, а сколько вообще объектов может крутиться внутри дефон-системы? Значит, в основе этого лежит, соответственно, исследование Донбары, который, как вы знаете, посчитал 38 видов обезьян, посмотрел размеры их черепов, ну, и мозгов, на самом деле, и свел математическую корреляцию для того, чтобы определять размер групп, которых образуют эти приматы, и размер их мозга. И, как видите, есть четкая закономерность между количеством групп, социальностью обезьяны и мозгом. То есть мы наш мозг выращивали для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Ну, вот еще одна, да, вот мы здесь люди, вот, у нас 150 человек находятся в нашей внутренней стае, вот, куча была всяких разных исследований, твиттеры исследовали, фейсбуки исследовали, биллинг телефонный исследовали. Вот, значит, мы в Академии Смысла, в Академии Смысла мы там на втором курсе, на второй ступени чертоги разума создаем эти внутренние стаи, вот, действительно порядка 150 человек, в зависимости, правда, от типа. Если чем более шизоидный, тем меньше людей в стае, чем более стероидный, тем больше людей в стае. Вот, поэтому, когда человек говорит, а у меня 250, вот, я говорю, ну, конечно. Особенно таким тоном понятно, что меньше быть и не могло. Вот, значит, при этом мы сами являемся пересечением этих отношений, и вот эта формулировка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, она очень правильная, ну, вот, потому что вот тот социальный круг, в котором мы находимся, и, собственно говоря, определяет то, что мы с собой представляем. Вот, если вы вспомните себя в разные периоды жизни, в школе, вы были такими, какими были ваши друзья в школе, в институте, такими, как в институте, на работе, как на работе и так далее, вот, мы определяем всеми этими социальными связями, вот. И, ну, красивые эксперименты, значит, это Дэвид Натт, он такой разгильдяй, не разгильдяй, как это, как хулиган, да, вот, да, он только разрешили использовать ЛСД, вот, он сразу вернул, значит, в научных исследованиях, вот, и в лондонский профессор, вот, и, значит, что он делал, когда у вас вы отравляетесь ЛСД, вот, и у вас возникает ощущение, что вы теряете целостность собственного я, да, у вас, на самом деле, так разгоняется дефолт-система, вот, что там она просто, в принципе, не способна, ну, то есть, она превращается в кашу, то есть, вот, как только другие люди, которые, вот, составляют вашу дефолт-систему, превращаются в кашу, так у вас исчезает и ощущение собственного я. Кстати, если говорить про шизофрению, то, когда бред, вот, и галлюцинации, вы можете то же самое увидеть, дефолт-система очень разгоняется, вот, и то же самое начинают странные впечатления, ну, как бы, люди становятся другими, ну, они приписывают другие характеристики, свойства, там, и так далее, как бы, человек, как будто бы прежние люди, ну, то есть, там, условно говоря, я думаю, что моя мама разведчица КГБ и следит за мной, да, ну, как бы, это откуда берется, ну, я же всю маму переосмыслил в этот момент, вот, а она просто меня к психиатру отвела, вот, да, значит, делится это на слои Данбара, слои точно так же имеют математические закономерности, вот, что здесь существенно, значит, ну, это просто разные слои, но это вы можете посмотреть, значит, важно, что у нас близких людей, это люди, к которым вы можете обратиться в случае, когда у вас реальные проблемы, и вы просто им говорите, нужна помощь, они, как бы, вы знаете, что можете им сказать нужна помощь, не всем можно сказать нужна помощь, кому-то надо сказать, если была бы возможность, то было бы вот, если можно, да, значит, а есть вот эти вот, условно говоря, там, ну, видите, у кого-то один-два, у кого-то три-четыре, ну, в общем, до пяти человек, это вот наш ближний круг, и есть те, кому вы можете рассказать про свою проблему и рассчитываете на сочувствие, их тоже не бесконечное количество, их до пятнадцати человек, а вообще, откуда вот это все берется, и почему такие ограничения? С одной стороны, ограничения, связанные с объемом мозга, потому что, чтобы другого человека, надо же, представьте, его как реконструировать, сколько нужно нервных клеток, чтобы вам, вашего супруга, супругу, ребенка загрузить в голову, представьте, сколько нейронов и сколько связей, значит, а потом развод, это что такое? У вас куча всяких разных, вы загрузили, потом вы у человека убираете, а нейроны из-за него остались, вот, и вы дальше говорите, ну, как бы, что это такое за безобразие, возвращайся обратно, оно не возвращается, у вас травма и так далее, вот, значит, и потом они сдохнут, эти связи, вы кого-нибудь другого туда запустите, и продолжим, да, он вернулся, вот, значит, почему вот это важно? Потому что время, значит, вот смотрите, для того, чтобы человек стал вам другом, вы должны с ним провести более 200 часов, то есть 200 часов – это время экспозиции, когда вы взаимодействуете с человеком, тратите на него время, а точнее, тратите, как бы, нейроны на связь друг с другом, которые, как бы, ассоциируются с этим человеком. Значит, приятели – это 90-110 часов, знакомые – 40-60 часов вам нужно потратить, чтобы они попали в группу там, где до 50 человек, да, и если вы встречаетесь с кем-то в течение часа в неделю, вам понадобится около года, чтобы он только вошел в эти 50 человек. Понимаете, нам нужно кучу времени просто быть с человеком, чтобы он влез нам в голову. Надо с ним взаимодействовать, оказываться в каких-то ситуациях, решать все вместо каких-то проблемы. Он влезет, потом будет сложно вынимать. Ну, понятно, что важна, потому что, ну, понимаете, вот что такое первая влюбленность? Не первая, а такая, вы кого-то увидели, там, полумесяцем бровь, и, знаете, пошла гулять по Ивановой. Вот это, вот, вы в этот момент же, у вас нет другого человека, у вас есть сексуальный образ этого человека, понимаете, и дальше все, что вы в него напихнули из существующих связей. Ну, то есть, вы читали сказки про принцев, про принцесс, там, и все к углематю. И вы вот это все туда всовываете, и там сразу роборос становится прекрасным, необыкновенно востребованным. Вот, потом все, кажется, что совсем имели дело с другим субъектом, но после того, как потратите соответствующее время. Вот, вы потратите, и поймете, хо, боже мой. А чтобы обратно перевести с друзей в знакомые, нужно тоже количество расстающегося? Значит, ну, тут есть тоже таблица, значит, есть разные, значит, со знакомыми, надо поддерживать определенный уровень связи. С близкими друзьями вы должны встречаться раз в неделю, вот, если вы встречаетесь реже, то они перекочуют в друзья, с друзьями надо встречаться хотя бы раз в месяц, если вы не встречаете, они перекочуют в приятелей, знакомых и так далее. Ну, вот, там есть разница, только родственные связи, значит, вы можете видеть со своими родителями, там, условно говоря, там, три раза в год, но при этом все равно они будут, или с детьми, но они будут все равно, как сказать, занимать значимое место внутри вашей внутренней стаи. Ну, вот, но в целом, я от них, наверное, да, но в общем, не важно. Короче говоря, тут что важно понять?